Всем привет, мои хорошие! С вами Любовь и мой Мирок Орхидей. Наконец-то вот эта красавица дождалась пересадки. Ну, красавицу, конечно, ее не назовешь, но орхидейка на самом деле очень красивая. Восковая, желтенькая. Эта бедолага была в экспериментальном грунте, в грунте фаска. Вот такой грунт. Меленький. Больше здесь, наверное, торфа. Торф, керамзит, мелкая-мелкая кора, наподобие опилок даже, что-то такое. И очень много торфа. Вот в таком субстрате сидела данная орхидейка почти полтора года. Это была экспериментальная посадка. Сразу скажу, мой канал, не обучающий канал. Я показываю просто свои эксперименты. Я показываю то, что я делаю со своими орхидейками. И когда мне нужна помощь моих зрителей, подписчиков, друзей, я ее спрашиваю и прошу мне помочь. Но когда я не прошу от вас помощи и делаю пересадку, показываю, как я это делаю, прошу не указывать мне, что я что-то неправильно сделала. Раз вы считаете, что я неправильно сделала, значит, не смотрите мой канал. Мои орхидеи в моих условиях, в моих квартирных условиях, у меня две квартиры, где у меня живут орхидейки, и там, и там они замечательно себя чувствуют в разных посадках. И кто смотрит мой канал давно, те знают, что вообще моя любимая посадка – это полный горшок мха и сверху чуть-чуть коры. Но ради экономии я начала сажать больше коры, меньше мха. И увидела тоже хороший результат. Также мои орхидейки сидят вот в таком. Вообще, не знаю, воздух здесь совершенно не проходит. в таком субстрате. То есть, и то мы здесь сажали ее. Посмотрите, как замечательно пророс мох сфагнум. Внизу, опять же, лежит мох сфагнум. Наверное, мы вот эту часть сейчас с вами осторожно уберем. И Мартюша рядом у меня. И мы это добавим в другую посадку обязательно. Потому что мох растущий, уже микрофлора данного горшочка. Почему я начала говорить? Потому что в предыдущие видео у нас была пересадка. Я сразу сказала, горшок этот большой. То есть, в предыдущем видео. Я сразу все нюансы эти сказала. И понеслось. Льете воду, не туда сажаете. В мох сажать нельзя. В это делать нельзя. Мои хорошие, раз вам нельзя, откройте свои каналы и показывайте, как это делаете вы. В том видео я не просила ни у кого помощи. А показывала, как это я делаю. В принципе, помощи о орхидейках я не прошу никогда. Потому что про них я знаю 98% из 100. Как за ними ухаживать, во что их сажать. И всегда говорю, что если что-то я делаю не так. Но я это делаю. Здесь у меня замоченный моксфагнум. Он был сухой. Я его замочила. И вот такой вот он зелененький. Сейчас уже здесь лежит. Много водички еще здесь. Но все это дело мы с вами отожмем лишнее, уберем. И почему же я посадила в этот грунт фаска? Кто видел эти видео, три орхидейки были пересажены в такой субстрат. Он очень влагоемкий. Но, как мы видим, корешочки все равно здесь присутствуют. Возможно, какие-то и испортились. Потому что грунт очень влагоемкий. Вот эти листики желтые, она с такими листиками и пришла ко мне. Полтора года назад. Орхидейка вообще неохотно. Ростит листочки. Но цвела она у меня за эти полтора года уже раза три. Цветет она одним цветочком. У нее револьверное цветение. И вот здесь вот опять бутончик. Не буду его трогать. Захочет она его отсушит. Не захочет, значит она его продолжит дальше. Сейчас вам покажу бутончик, если получится. Я думаю, вам видно. Сейчас мы ее с вами освободим. И быстренько пересадим. Посмотрим, что там у нее внутри. Хочется сделать так, чтобы и вам было видно. Ну, грунт настолько слежался, что он даже не хочет выпрыгивать из этой посадки. Посмотрите. Да. Опа. Получилось. Убираем в сторонку. Смотрим, что здесь у нас. Кора. Мох. Кстати, на запах. Мох прахнет прекрасно. Но я добавлять его, этот мох, вот именно не буду. Ее посадочку. Ну, и бутончик сломали. Но ничего страшного. Не критично, не проблематично, скажем так. Вот здесь большой кусок коры. Видно вам? Нет? Сейчас я вам покажу. Как вы видите, орхидея цвела. Сажали мы ее на большой кусочек коры, прям под попку. Несмотря на то, что весь субстрат влажный, я ее не так давно поливала. А именно, вот то место, на чем сидела орхидейка, оно сухое. И такой кусочек неплохой. Неплохой. Вот этот корешок испорченный. А, по-моему, все остальные хорошие корешочки. Сейчас я ее пойду ополосну под проточной водой. Потому что здесь не видно, где хорошие, где плохие после торфа. И мы с вами продолжим дальше. Так, ну, помыли мы с вами орхидейку. Без вас, конечно же, я это делала. Простите, пожалуйста. Вот сняла вот этот тяж. Ой, веламен, который здесь присутствовал. И остался у нас тяжик. Ну, так как корней у нее достаточно, я просто вот таким образом отрежу. Он уже здесь не нужен. Если бы корней было мало, тогда бы, конечно, можно было бы и оставить тяжик. Тяжи тоже помогают орхидейке восстановиться. Сейчас снимем вот здесь вот чешуечку. Я орхидейку помыла полностью. Я люблю это делать со своими орхидейками. И они на это хорошо отзываются. Как я это делаю, в какое время года, у меня тоже есть видео на канале. Поэтому посмотрите. Еще пишут многие, что им неудобен дзен. Мои хорошие, ну, дзен у меня сейчас в приоритете. В первую очередь все загружается на дзен. А потом уже с большим-большим опозданием возможно загрузится на ютуб. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всей моей деятельности, скажем так, добавляйтесь на рутуб и на яндекс дзен. Конечно, многим неудобен дзен, потому что дзен не позволяет то, что позволяет ютуб. И аккаунты там могут блокироваться раз и навсегда за ваши хамские, оскорблительные всякие комментарии. Поэтому вам многим и неудобен яндекс дзен. А мне вот он очень понравился. Девочки могут там фото оставить в своей проблемной орхидейке. Вот мешает мне вот этот цветонос до ужаса. Удалим цветоносы, потому что он не дает мне доступа. К зачистке хорошей. Поэтому, мои хорошие. Смысл от ваших нравоучений. Вы думаете, я сделаю по-вашему? Да нет, спасибо. Было время, когда я по совету многих погубила не одну, тысячу орхидей, сотню, а может и тысячу, да. Возможно, я и не оговорилась. Так, вот еще нашла. На Яндекс дзене также будет появляться очень много видео про орхидейки. Все со временем, не все сразу. Поэтому будет. Давайте, наверное, вот этот яйц цветонос отрежем. Пускай растение отдыхает, наращивает. Совсем до конца не отрезала. Наращивает корешочки, привыкает к новой посадке. А потом заново зацветет. Она очень охотно цветет. Горшочек я взяла тот же, в котором она сидела. В этот горшочек на дно мы укладываем ее же мох, в котором она была. Точнее, который у нее там пророс. И берем вот так, легенько укладываем другую порцию мха, чтобы этот мох тянул всю влагу наверх. Дальше. Кто не знает, где приобрести кору, пожалуйста, обращайтесь. Добавляйтесь ко мне в контакты. Покрупнее кусочки вниз положим. Адрес контактов, ссылочку можно найти под каждым моим видео. Поставлю, потому что неудобно. И мы с вами все обсудим. У меня все в контактах написано. Поставила, потому что неудобно, уже сказала. Корешочки такие длинненькие, ничего страшного. Укладываем наши корни. Вот растущие есть, которые, кстати, уже убегал из той посадки. Говорит, спасите меня, помогите мне. Не хочу сидеть в торфе. Да, конечно, для орхидеи желательно. Грунт такой, субстрат по крупней кору. Не хочешь закручиваться? Ну, давай так, садиться. Раз ты не хочешь. Ничего страшного, если какие-то корешочки сейчас сломаются. Это не проблематично. Нам главное с вами ее усадить. Так. И берем кору. Так, давайте, наверное, ей под попочку опять положим кусочек коры. Только свеженькой. Ага, очень высоко получается. Давай пониже. И теперь можем засыпать просто нашу красавицу. Вот так. Так. Вот так. И так. То есть, как говорят, reliable. Она глупiu. Да. Ага. Итак. Меня просто поражают люди, которые приходят на канал, посмотрят одно видео, то им долго, то им нудно, то не в то посадило, да что же это такое. Мои хорошие, у вас мало проблем в жизни что ли? Или слишком много? Мне вот и моим зрителям думаю, что это совсем не надо. Очень многие зрители мне пишут, благодарят за то, что по моим видео у них все получается теперь с орхидейками. И меня, конечно же, это очень радует. В контактах у нас есть не только группа, не только страница, точнее, но и сообщество. Потихонечку там тоже появляются новые девочки. Орхидейка, в принципе, уже неплохо села. Мне нравится, как мы тут приземлились. И теперь сверху можно отжать, можно не отжимать. Будем укладывать вот так мох. Кора сухая, а мох, ой, как пахнет. И корой, и мхом. Обращайтесь, мои хорошие, в контакты, и за корой, и за мхом. Единственное, только по России и только с ДЭКом. Если кто-то желает в почту, я не отправляю. Верхний слой мха потом очень легко меняется, если что-то он уже приходит в негодность. Если вы любите удобрять, то верхняя часть мха, конечно же, очень быстро у вас потемнеет. Мох не любит удобрения. Ну, не в том плане, в каком-то там плохом, да, не любит. А мох в себя впитывает все то лишнее, жесткую воду. Вода у меня исключительно чистая. Водой из-под крана я не поливаю. Об этом говорю вообще в каждом видео. Ценный мох надо тоже погрузить в посадку. Ну, и вот этот ешний камушек обратно ей сюда положим. Ну, вот такая посадочка у нас с вами получилась. Что мы с вами видим? Простите. Думаю, неплохо. Листики восстановятся. Она у меня еще стояла, что-то першит в горле. Стояла прям так, ну, где солнышко светит подольше. И вот, видать, вот это вот все из-за солнышка. Ну, может, не нравился субстрат. Посмотрим, понаблюдаем. Первый полив будет не раньше, чем дней через 7, потому что субстрат влажный. И мы ее споласкивали, она такая мокренькая. Будем наблюдать сами вместе, если вам интересно. Пишите. Ну, вот такая красота получилась. Я довольна посадкой. Посадка легкая, воздушная, воздухопроницаемая. Если бы туда при посадке вот с этим грунтом фаска, то есть в перемешку, да, делать кора большая, грунт фаска этот, тогда, возможно, и была бы лучше эта посадка, лучше бы дышала. Но орхидейки должны дышать не только листьями, но и корешочками. Все, мои хорошие. До новых встреч. Не забывайте подписаться, если вам понравилось видео. И всем пока-пока.